Наш контейнер Прометей вывозится каждый день. Огонька контейнер каждый день. Две машины приходят, это все вывозится. Это вот у нас уже месяц стоит, месяц, и мы не можем ничего сделать. Участок между домами номер 7 и 9 по улице Кремлева, где на месте контейнерной площадки расположилась большая свалка, стала одной из точек проверки. Управляющая организация доверия, в чем в виде не находится данная территория, сетуют на недобросовестных жильцов, мол, не оплачивают коммунальные услуги. Но отвечать за горы мусора коммунальщикам все равно придется. Вот такая постоянная припа идет с этой управляющей компанией доверия. Думаю, что когда в сентябре будет лицензировано, вряд ли он лицензию получит, а дома заберут другие нормальные управляющие компании, которые будут обслуживать человеческий дом. Нарушение было зафиксировано. Теперь руководитель компании должен его устранить. Если свалка так и останется на месте, то материалы будут переданы в административную комиссию. И, вероятнее всего, организацию ждут санкции от 40 до 70 тысяч рублей. Совместные масштабные проверки проводятся в Кургане уже более месяца. На сегодня уже проверено больше 70 объектов. На 20 из них найдены нарушения санитарного законодательства. Это как и захламление площадок, и переполненные мусорные контейнеры, и организация самой. Не только содержание, но и организация. По словам главы Кургана Павла Кожевникова, работа в данном направлении будет продолжена. Помимо прав компаний, муниципальные власти намерены активно взаимодействовать с гаражно-строительными кооперативами и садовыми товариществами, находящимися в черте города. Мы делаем предложение для всех СНТ, которые на данный момент не имеют площадок. Мы готовы, те, кто обратится к нам в администрацию и ко мне напишет заявление о софинансировании данных мероприятий, мы готовы возместить 50% затрат, которые они понесут в течение июля месяца, если они обратятся, мы готовы это все им предоставить.